Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям. Когда он вернулся из Берлина в Москву, Лев Троцкий назвал его покойником, имея в виду творческую смерть. Осип Эндельштам тогда же объявил его вершиной русской психологической прозы, одновременно заявив, что надо бы его с этой вершины свергнуть. В начале 20-х годов прошлого века авторитетные критики считали его интереснейшим писателем тех лет, но уже к концу десятилетия он был полузабыт. И тем не менее он вошел в историю русской литературы как крупный поэт и прозаик, выдающийся теоретик символизма, оказавший немалое влияние на мировую прозу, в частности, на творчество Пруста, Хаксли и Джойса. Речь идет о Борисе Бугаеве. Речь идет о Берлине. Каждый литератор, приезжавший из России, стремился встретиться с белым, увидеть необыкновенного, непрактичного и безалаберного человека, ставшего звездой русской эмигрантской богемы. Этому способствовали не только его литературный талант, известность, но и эксцентричное поведение. Белый танцевал. Он посещал модные берлинские танцзалы и двигался с упоением. Старался освоить все, что тогда было в моде – джаз, шимми, фокстрот. Прежде всего, фокстрот. «Не проживешь без фокстрота», – писал он. Фокстрот считался тогда самым вызывающим танцем. Танцевал белнеистово, иступленно, стараясь забыться, вести себя в состояние безумного транса, во время которого, как писал Ходосевич, танец в его исполнении превращался в чудовищную мемодраму, порой даже непристойную. Иногда он пил. Русский Берлин. История в следах. Андрей Белый впервые побывал в Берлине еще подростком в 16 лет. Потом приехал в 1912 году и познакомился с австрийским философом-мистиком Рудольфом Штейнером, став его преданным учеником. В следующий раз он оказался в немецкой столице в 1921 и прожил здесь два года. Сначала поселился в пансионе Дальберр напротив бокового фасада магазина КДВ на Пассаурштрассе 3. Сейчас там многоэтажная парковка. С мая по сентябрь 1922 он жил под Берлином в деревушке Цосен, где-то в 10 километрах к югу от нынешней Берлинской кольцевой дороги, не близкой для наших дней. Потом поселился в пансионе Крампе на Виктории Луизы Плац, где жили и другие эмигранты. В Берлине Белый много писал. Всех знавших его он удивлял необыкновенной работоспособностью. За день мог настрочить чуть ли не печатный лист. Здесь за два года в разных издательствах вышли около полутора десятков его романов, поэм и литературных сборников. Белый активно занимался издательской деятельностью. Самым крупным проектом был литературный альманах Эпопея. Но уже в четвертом номере он опубликовал открытое письмо, в котором слагал с себя обязанности главного редактора. Эмигрантом Белый себя не считал. Впрочем, как и многие, жившие в Берлине, русские. В 1921-м в Германию он приехал не из политических соображений. Он хотел спасти свою любовь, встретиться со своей первой женой Асей Дургеневой, которая, к слову, как-то сказала, что она и не жена ему вовсе. Здесь же, в Берлине, Белый пережил окончательный разрыв с супругой. Его личные настроения совпадали с общей атмосферой берлинской жизни, с относительным благополучием и возможностью какое-то время не определяться в политическом отношении. Как-то, увидев на квартире у Марии Цветаевой фотографию царской семьи, он схватил ее со словами «Какие милые, милые, милые! Люблю тот мир!» Он обладал удивительной способностью особым образом привлекать к себе внимание. Рядом с ним жили Владислав Ходосевич и его супруга Нина Берберова. «В ту минуту, когда Белый вошел в дверь», – писала Берберова об одном из его визитов, «Все кругом преобразилось. Он нес с собой эту способность преображения. А когда он ушел, все опять стало, как было. Стол столом и кресло креслом. Он принес и унес с собой что-то, чего никто другой не имел». Уехав из России, Белый тосковал по новым, необычным людям, которые появились там. Они были малограмотны, одевались просто, плохо ели, но жадно тянулись к новому, ранее для них недоступному. Их интересовало все – наука, культура, литература, поэзия. Они были очень благодарными слушателями. Читая лекции о культуре в Москве, Белый ощущал чувство общения со всем залом и с каждым слушателем в отдельности, с наслаждением перебирая невидимые нити напряженного внимания, тянувшиеся к нему. В Берлине все было не то. Увы, я понял ненужность теперешних выступлений в Берлине. Работа культурная здесь вряд ли возможна. С молодежью в современной России я был в контакте. Никто мне не ставил вопросов о степени коммунистичности или белогвардейства моих убеждений. Здесь, в Берлине, я чувствую чужим себя, непонятным, ненужным. И молодежи местной, не знаю. Идешь к представителям русской культуры, к писателям, братьям, к художникам, критикам и не припомню ни одного разговора, которым бы можно мне отогреться. О чем говорилось? О гонорарах, о мороженом, о текущих малюсеньких дрязгах, о сплетнях и более ни о чем. От хлеба я сыт, от пива я пьян, но я голоден, голоден. Дайте мне хлеба духовного. Холодно мне в этом тепленьком месте культуры берлинской России. За столиком русско-берлинской богемы я ощущал не одиночество даже, не ноль, минус ноль. Обычно в России через 15 минут разбираешься в составе аудитории по глазам, по жестам. Я знал, кто со мной, кто против, кто следует за течением мыслей, кто отстает. Иногда себя чувствовал вовсе не лектором, а дирижером сознаний пришедших. Этой его девушке, тихо застывшей, сказать надо то-то. А этому красноармейцу вот это. Такую работу в Берлине проделывать невозможно. Ничто не течет к тебе. С чем шел, с тем ушел. Я лекции бросил. Русский Берлин. История в следах. Белый уехал из Берлина в Россию 23 октября 1923 года. Сначала ему было отказано в визе. И что-то держало его в городе. Уже на вокзале ЦО, откуда уходил поезд, в последнюю минуту Белый вдруг выскочил из вагона, бормоча «Не сейчас, не сейчас, не сейчас». Но кондуктор на ходу втянул его назад. Он старался еще что-то крикнуть, но уже ничего не было слышно. Свидетелем этого была поэтесса-эмигрантка Вера Лурье, которая и провожала Белого. Русский Берлин. История в следах. Это история русского Берлина по его памятным именам и событиям.